Довольно часто можно встретить новость о том, что лесные животные забредают в ближайшие деревни. Некоторые из них заходят, чтобы добыть пропитание, а другие ломятся обратно в чащу от страха, чуть завидев человека. Однако это не та история, когда огромный зверь убегает, завидев старичка из деревни. Никто из жителей не ожидал подобного от медведицы, но узнав в чем дело, многие заплакали. Друзья, я рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня вы услышите от меня очередную поучительную историю. Ну а вымысел это или правда, конечно же, решать только вам. Итак, друзья, давайте начнем. Опустились теплые июльские сумерки. Очень светлые, какие бывают только в нашем краю. За печную трубу добротной деревенской хаты зацепился яркий молодой месяц. Из двора во двор переругивались застоявшиеся без охоты собаки. А дед Никифор собрался в лес. Старик всегда подходил к этому очень основательно. Почесав затылок, Никифор бросил внутрь рюкзака курева и несколько сигнальных ракет. Неровен час встретишься с медведем, у которого сам и гон. Зверь серьезный, от него не убежишь, придется отбиваться. Еще раз проинспектировав поклажу, старик достал большое лукошко, поставил все у порога и завалился спать. На ранней зорьке Никифор закинул на спину рюкзак и ружье, кликнул дружка и стал выбираться за околицу. Обрадованный свободой пес голопом несся по дороге, попутно раскатисто оповещая запертых дома сородичей о наступлении нового дня. Собака шла легкой рысью, изредка высоко подпрыгивая над высокой травой, указывая старику направление к дальнему лесу. В этот раз они шли не на охоту, их добычей должны стать грибы под березовики и поспевшая уже земляника. Очень хотелось угодить внучке, которая обещала в скорости приехать. Ягода, наверное, уже отойдет, тут-то и пригодится сваренное дедом варенье. Никифор отметил, что стало значительно светлее, хвойник редел, сейчас начнутся березы, окружающие большие зеленые поляны. Вот, похоже, и пришли. Грибов и ягод было видимо-невидимо. Наполнив до половины корзину ароматной алой земляникой, дед устало разогнулся. Растирая поясницу, направился в тень раскидистого дерева, где верный дружок охранял оставленное ружье и рюкзак. Присел, привалившись спиной к толстому стволу. «Да, ягоду собирать становится все труднее», — произнес слух, обнимая пса. «И ты не помогаешь». Глотнув из прихваченной фляжки холодной воды, Никифор задремал обдуваемый легким ветерком. Разбудил старика яростный лай пса. Не понимая, в чем дело, он резко открыл глаза и встретился взглядом с ней. Метрах в двадцати от их привала, раскачиваясь на всех четырех лапах, стояла огромная бурая медведица. Собака заливалась злым лаем, а зверь явно собирался атаковать. Оскаленная пасть, вздыбленная холка, намерения хищника были предельно ясны. Но что произошло? Медведи не нападают просто так. Мужчина потянулся к ружью, грянул выстрел в воздух, животное шарахнулось в сторону, и все стало понятно. За спиной медведицы на задних лапах стоял небольшой медвежонок. Он не старше трех месяцев, машинально отметил дед Никифор. Метнувшись было за матерью, малыш громко закричал и сел на месте. В траве зловеще зашуршала толстая цепь. Капкан, догадался старик. Нужно убираться, обезумевшая медведица будет убивать всех, кто рядом. Подхватив рюкзак, он стал медленно пятиться назад. В этот момент детеныш еще раз дернулся и вдруг совсем по-человечески горько заплакал. Огромный разъяренный зверь заложил крутой вираж и стал стремительно возвращаться. Старик на долю секунды оторопел, выхватил из рюкзака ракетницу и разрядил пиротехнику прямо в лохматую морду. Медведь отпрянул и помчался в чащу, подгоняемый бешеной лающим псом. Никифор решила было уходить, но остановился, услышав особенно жалобный скрик раненого медвежонка. «У меня не более пяти минут, потом мать опять вернется», пронеслось в голове. Он осторожно подошел к детенышу, верный охотничий нож не подвел, с трудом разжав стальные челюсти волчьего капкана. Старик громко цыкнул на медвежонка и, получивши свободу малыш, прихрамывая, отбежал в сторону. Старик продолжительно свистел и боком стал отходить в противоположном от убежавшего зверя направлении. Дед пятился и свистел, призывая пса, совсем не глядя под ноги. Собака и медведь появились одновременно совсем рядом с разных сторон. От неожиданности мужчина потерял равновесие и упал. Подниматься не было времени. Никифор перевернулся на живот, защищая самые уязвимые места от острых когтей и закрыл руками голову. Минута текла за минутой, за ухом защекотало напряженное дыхание, в нос ударил запах паленой шерсти. Медведица внимательно изучала вжавшегося в землю человека. Но нападение не последовало. Совсем близко заливался громким лаем пес. Вся жизнь Никифора пронеслась перед глазами, прежде чем старик осторожно поднял голову. Медведица неторопливо уходила от него в сторону уплетающего в землянику медвежонка. Явно довольный детеныш опрокинул лукошко и поднимал ягоды с травы, смешно вытягивая губы. Потом потянулся к рюкзаку и ловко излег завернутый в тряпицу ломоть хлеба. Успокоившаяся мать боднула косматой головой пострадавшее чадо и присоединилась к пиру. Охрипший от лая дружок, угрожающий ворчал вслед расхитителям. Старик встал, махнул рукой и попятился прочь. Даже покидая поляну, он не мог оторвать взгляда от очень светлых, устремленных на него глаз бурой медведицы. Впервые Никифор возвращался из леса без добычи, да еще и потеряв рюкзак. Хотел было проскочить до хаты огородами, но встретил у окольца соседа Семеновича. Любопытный приятель увязался следом и вскоре уже слушал историю незадачливого грибника и ягодника за кружкой терпкого чая. «А что ж ты ее сразу не пристрелил-то?» – щурил хитрый глаз на соседа Семеновича. «Так мать же! А детенка куда? Сгинул бы в лесу один, малой совсем!» – сокрушенно тряс головой дед Никифор. «Сходил в лес медведя покормить!» – в голос хохотал сосед. «Пусть твоя подружка возвращает теперь суженные харчи!» – не унимался балагур. А старик краснел и только отмахивался. С легкой руки Семеновича об этом случае прознала вся деревня. Только ленивый не колол глаз старому охотнику лохматой подружкой. Но старик не сердился. «Пускай балаболят, язык без костей, его совесть чиста, не осиротил медвежонка». А в скорости он и вовсе перестал думать о происшествии. Внучка Мариша с мужем грозились приехать на выходных. Нужно было подготовиться. «Вместе по ягоды сходим», – мечтал радостный дед. «Отведу ее к нашему озеру. Там тоже земляничные поляны знатные. А риска встретить лесного хищника совсем нет». Однако ни в субботу, ни в воскресенье гости не прибыли. Дед оборвал телефон, но дозвониться не смог. «Ну что же, дело молодое. Надумают приехать, сообщат». Быстро отошел необидчивый старик. Утро понедельника началось для Никифора задолго до ранней зорьки. Его разбудил громкий собачий лай. Это был даже не лай, а гвалт, поднятый сошедшими вдруг с ума деревенскими псами. Выглянув в окно, дед увидел кружащего по городу дружка, который не оставлял попытки заскочить на высокий деревянный забор. «Должен быть зверь в деревне», – решил старый охотник и, подхватив ружье, выскочил за ворота. Он, как мог, поспешал по главной улице и очень скоро присоединился к собравшимся у околицы мужика. Ощетинившись ружьями, деревенские пытались понять, кто вызвал такой тарарам. Но только с первыми лучами солнца стало видно виновника. По краю колхозного поля метался огромный бурый зверь с окровавленной тряпкой в зубах. Охотники застыли в недоумении. Медведь, казалось, пытается прорваться в деревню, несмотря на атаки собак. «Не твоя ли подружка?» – посыпались на Никифора колкие шутки. «Харчи вернуть хочет!» – ржали мужики. Старик сощурился и свистом отозвал собаку. За ним, отпустив ружья, последовали остальные. Зверь, поняв, что опасность миновала, остановился. Взглядом поискал в толпе старика и очень медленно положил сверток на траву. Осторожно, высоко поднимая лапы, попятился и вдруг припустил, что есть мочи через поле к лесу. Люди стояли в легком ступоре. Бабы крестились, мужики скребли затылки. И только Никифор обреченно побрел к принесенному подарку. Он почему-то знал, что это точно для него. Наклонившись над грязной тряпицей, стянул с головы картуз. Он узнал любимую рубашку внучки Мариши. Сам подарил на прошлый день рождения. «Что это значит? С внучкой беда!» Метались в голове страшные мысли. Дед поднял сверток и услышал писк. Разглядел сморщенное личко новорожденного, торчащие в разные стороны сжатые кулачки и растерянно обернулся. Ребенок зашелся в гневном крике абсолютно здорового, голодного малыша. Бабы заботливыми наседками накинулись на Никифора, отобрали дитя и быстро унесли. Следом за ним подтянулись в деревню и остальные. Не иначе случилась беда. Внучка была только на восьмом месяце беременности, рожать еще через месяц. Рассказав все на общем сходе, дед попросил помощи в поисках внучки и ее мужа, которые должны были приехать накануне. Через час деревенские мужики тремя группами выдвинулись, прочесывая лес. Никифор в сопровождении Семеновича неторопливо шагал в сторону развилки, ведущей в город дороги. Тропка бежала через редкий березовый лес. Тут-то старик и увидел утреннюю гостью. Медведица стояла свечкой, тревожно втягивая воздух. А ведь встреча-то не случайно, понял Никифор и толкнул остолбеневшего Семеновича вбок. Заметив, что его обнаружили, зверь опустился на лапы и, оглядываясь, медленно побрел в противоположном нужному направлении. Следом, прихрамывая, засеменил маленький бурый медвежонок. Мужики с минуту постояли и двинулись за ним. Поняв, что люди идут, медведица перешла на легкую рысь, а потом и вовсе понеслась. Медвежонок отставал и жалобно скулил, но мать почти не снижала темпа и вскоре оказались у старой дороги в город, на краю глубокого оврага. Медведица глянула вниз, дождалась медвежонка и медленно направилась к чащу. Спустя несколько минут запыхавшиеся охотники искали удобный спуск к лежавшим внизу телам мужчины и женщины. Семенович кричал в телефон, вызывая подмогу, а Никифор держал на коленях голову бредившей Мариши и пытался осмыслить, что же все-таки произошло. Взгляд упал на высевшийся над головой старый деревянный мост, и старик все понял. В самой его середине зияла огромная дыра. Местные знали о прогнивших досках переправы и давно ходили в обход, но Мариша, она ведь не была у деда почти год, поэтому решила воспользоваться самой короткой дорогой. Но почему пешком? Спустя неделю Митрофан сидел у постели оправившейся уже внучки. Врач разрешил сообщить печальную новость. Мужа Сергея больше нет. Но Мариша остановила начавшего издалека деда. Не старайся, я все видела. Девушка отвернулась. Теперь буду жить ради сына. Ты действительно все помнишь, пришел в ужас дед. Мариша кивнула. Помню, как сломалась машина, как я вызвалась показать дорогу в деревню, как затрещали доски и как полетели вниз с мужем. Помню, как я кричала и вдруг стала рожать на куче хвороста, которая спасла мне жизнь. Как звала Сергея, он почему-то не откликался. Помню, как завернула ребенка в свою рубашку, и медведя тоже помню. Он стоял на самом краю оврага и смотрел на нас. Потом я потеряла сознание от ужаса. Дед мял в руках старую кепку. Мальчонку бы назвать нужно. Может, Сережей? В честь мужа? Девушка долгим взглядом посмотрела в окно и отрицательно мотнула головой. Дед, запиши его Мишей. Он ведь считай крестник бурый. Медведица больше никогда не появлялась в деревне. Мариша оправилась и укатилась с сыном в город. А Никифор каждый год в день рождения правнука собирал большую корзину гостинцев и приходил с дружком на заветную поляну. Посидев под деревом, он оставлял подарки, широко крестился и отправлялся в обратный путь. Ему очень хотелось верить, что откуда-то из темной чащи за ним наблюдают остороженные, очень светлые глаза его косматой подруги. Друзья, спасибо вам огромное за то, что выслушали мою историю до конца. Желаю вам крепкого здоровья и не расставаться с близкими как можно дольше. Будьте всегда счастливы и до скорых встреч, друзья. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»